Привет! За последние полгода нейросети вышли на новый уровень и местами взрывают мозг. Видео от ссора просто поражает воображение. Но она еще в бета-тесте. Другие же, более традиционные сетки, это ChaGPT и Majorney уже плотно вошли в обиход и прямо сейчас сложно представить себе успешного IT-специалиста, не важно это программист или дизайнер, который не использует их на постоянной основе. Один мой коллега, старший дизайнер, 70% ежедневной работы проводит MidJourney. Это новая реальность. И тут возникает вопрос, может ли заменить нейросеть человека и что делать нам, людям, чтобы не оказаться без работы? Я уже не говорю о молодых специалистах, которые только планируют учиться или только закончили обучение, а нейросети режут их джуниорские позиции. Это видео для тех, кто опасается конкуренции со стороны нейросетей и прямо сейчас хочет начать действовать на опережение. Но перед этим… Минуточку внимания! Всем привет! Меня зовут Лиза и я дизайнер Тьютер Топ. Тьютер Топ – это агрегатор курсов, на котором вы можете найти подходящее для себя обучение, основываясь на рейтинге школы и отзывах реальных студентов. Те, кто смотрит меня давно, знают, что обычно я говорю, все знания есть в открытом доступе. И это правда, самообучение – это отличный вариант для крайне мотивированных и собранных ребят. Ну что, если не хватает этой самой мотивации, времени и самое главное, вообще непонятно, с чего начать и куда копать? Тут помогут курсы. А самый лучший вариант найти курсы – это выбрать их на агрегаторе, который собирает реальные отзывы и составляет рейтинги школ. А к тому же, прямо сейчас он предоставляет скидку до 10% на покупку курсов. Это дополнительно ко всем акциям школ. И помните, переходя по ссылкам в описании, вы мотивируете меня и дальше снимать для вас полезный контент и не опускать руки. Спасибо! Когда я учился в художественном вузе, мне не очень нравилось рисовать руками. И все шесть лет, пока я стоял у Мольберта, преподавательница живописи мне говорила «Вадим, представь, что отключат электричество, что ты будешь дел...» Теперь же отключили художников. Дальше я работаю в международном сетевом агентстве. И двое из трех арт-директоров имели сверхспособность, за которую получали очень много денег и считались незаменимыми. Да, они умели рисовать руками, а не просто собирать из стоковых картинок. На рабочих местах у них стояли дорогие планшеты с экранами. Примерно такие. Они были очень ценны для бизнеса, ведь они могли нарисовать что угодно из головы. А что сейчас? Да с этой работой справится любой стажер, ведь есть миджорни. Например, недавно специалист Авито выпустили кейс, в котором рассказали, как нейросеть помогла им сэкономить кучу денег, когда им понадобилось нарисовать тысячу картинок для разделов сайта. Конечно, для компании экономия это отлично, акционеры будут рады. Но все кто занимались этой работой до нейросетей — это дизайнеры, ретушеры, иллюстраторы. Они остались без работы. Часто говорят, нейросеть — это инструмент, который облегчает рутинные процессы. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Допустим, арт-директор получает задачу и вместе со своими комментами распределяет между дизайнерами. Есть студии с четкой структурой, где арт-директор вообще не имеет права трогать дизайнер руками. Его инструменты — дизайнеры. Дизайнер рисует на аймаке — это его инструмент. Арт-директор же рисует дизайнерами — это его инструменты. В свою очередь арт получает задачу от креативного директора — человека, который будет непосредственно продавать идеи клиенту. Для него уже арты — инструменты воплощения идей. Давайте вместе подумаем. А что будет в момент, когда по простому ясному запросу креативного директора нейросеть быстро и во всех деталях нарисует идею в удовлетворительном для презентации клиенту виде. Вся цепочка ниже креативного, включая всяческих менеджеров и трафиков, потеряет смысл. Даже не сомневайтесь — если у бизнеса появляется возможность сэкономить — он сэкономит. Более того, это станет конкурентным преимуществом. Об этом кейсе выпустят статью и заказы повалятся на них горой. Все крупные компании уже сейчас стараются на максимум использовать нейронки и прокачивать в них своих сотрудников. У Сбера даже появилось целое подразделение — Сбернееронка — которое проводит внутренние интенсивы для сотрудников. Таинства, обряды и опыт генеративного подхода — вот их лозунг. Но есть нюанс. Если нейросеть позволяет делать задачи быстрее и трех человек можно заменить одним, в этот момент работы в три раза больше не становится. И компания может оставить только одного работника. При этом и ценность его упадет, ведь за забором будет два человека, которые ищут работу. Конкуренция среди соискателей увеличилась. Окей, если дальше развивать эту мысль, то получается, что даже директор, любой наемный директор — это инструмент в руках владельца бизнеса, задача которого — приумножить капитал. Каждый друг другу инструмент. В чем же тут различие между инструментом-нейросетью и инструментом-человеком? Давайте серьезно. Любой работник — это инструмент, а его способность выполнять задачи называется «рабочая сила». Это товар, который продает работник. Я не буду сейчас углубляться в экономические теории, но бизнес может зарабатывать только на этой рабочей силе. Например, сейчас очень модна ноу-код программирования. По этой теме есть множество курсов, и это один из самых простых способов катиться в IT. Как это работает? Есть потребность, а точнее боль клиента, которую можно решить, объединив между собой несколько готовых сервисов. Типа CRM, базы данных, таблицы, рассылки, GPT-чата и т.п. Во многих сервисах уже есть нейронки. Бюджет ограничений, и клиенту нужна минимально работоспособная версия. И он обращается в компанию, занимающуюся ноу-код разработкой. Владелец этой компании выявил потребности клиентов и понял, что решить их можно через ноу-код. И соответственно вложился деньгами, нанял сотрудников. Они и осуществят связь между всеми необходимыми сервисами через API. Конечный продукт этой работы будет стоить сильно дороже, чем простая сумма оплат за все сервисы. Из этой разницы работники получат зарплату, а основатель прибыль. Эту прибыль сделали работники, объединяя все эти сервисы. В нормальных условиях не получить хорошую прибыль, просто перепродавая чужие сервисы и не вкладывая в это труд людей. Дальше, а что будет, если кого-то из работников этой компании заменят нейросеть? Например, GPT-чат уже сейчас прекрасно умеет писать запросы к разным сервисам. Если нейросетью пользуется только одна компания — это киллер-фича. Они могут продавать продукт дешевле конкурентов и прибыль с него иметь выше. Так как вместо дорогих специалистов задачу будет делать дешевая нейросеть и человек, который пишет в ней запросы. Но конкуренты не дремлют. И совсем скоро все станут использовать эту нейросеть. Цена на конечный продукт упадет, и основателю компании надо будет придумывать новый более доходный бизнес, в котором будет рабочая сила. Далее пример из дизайна, который — неотъемлемая часть IT. Миджорни уже перевернула индустрию дизайна. Когда я только начинал свою карьеру в небольшой студии, у нас был арт-директор и три дизайнера — один из них. Значительную часть времени мы готовили презентации. Основатель компании придумал идеи, арт распределял их между дизайнерами, ну и заодно сам был как играющий тренер, он брал на себя самые сложные части. И мы все вместе пилили презы. Теперь, благодаря Миджорни, один дизайнер с одним аккаунтом Миджорни за 48 баксов может не просто заменить четырех человек, но и сделать эту работу гораздо быстрее и лучше. Недавно я участвовал в такой задаче, где получилось просто невероятно за счет связки из нескольких нейросетей и фотошопа. Подробнее об этом расскажу в своем телеграм-канале, переходите, если интересно. Так вот, прямо сейчас можно сказать, что необходимость на очках дизайнера в стажерах снизилась. Я после обучения на граф-дизайнера в вузе после нескольких лет фриланса попал на работу в агентство именно потому, что нужны были начинающие дизайнеры на создание презентаций. Прямо сейчас эти ворота войти и закрываются. Скажите спасибо нейросетям. Так что же делать тем, кто не готов мириться с этой ситуацией и готов действовать? Нам повезло. Конечно, какой-нибудь глава-основатель студии может процитировать Джобса, быть голодными и глупыми, и солить и любоваться закатом, как это недавно случилось. Он может быть оторван от коллектива и считать только циферки. Но все-таки средний управленческий состав берет сотрудника, он берет не чистую функцию, а человека. Нейросети скорее вышибают из обоим и тех, кого за рубежом принято называть бриллиант-джерк. Это ребята, которые блестяще выполняют свою работу, но не могут найти общий язык с коллегами, ведут себя как мудаки. После общения с ними люди чувствуют себя униженными и угнетенными. Проблема серьезная. У Нетфликса есть правило никаких придурков. У Амазона об этом написано в книге, и об этом куча статей в зарубежной литературе. Блестящие придурки того не стоят. Может, сам этот человек лучше всех в команде, но вся команда в сумме хуже, чем было бы без него. Это реально влияет на измеримые показатели бизнеса, поэтому от таких людей избавляются первым делом. Вы уже, наверное, понимаете, к чему я клоню. Если брать более общее — софт-скиллы — вот что отличает живых сотрудников от нейросетей. Человек с прокачанными софтами пролезет куда угодно, в отличие от специалиста, который идеально знает все программы и теорию. И даже в моей практике таких примеров масса. Можете не верить, я все равно расскажу. Парень без образования, аникейщик, работавший в торговых сетях, пришел в UIUX с парой работ, которые он сделал дома, и сразу его поставили заниматься банковским приложением. Он с этим успешно справился и через год ушел в другую компанию, уже состоявшимся UIUX дизайнером. Девушка из соседнего офиса влезла в международное сетевое агентство копирайтером-стажером и тоже там зацепилась и осталась. Я, кстати, с ней познакомился в лифте. Она вообще постоянно со всеми знакомилась. Невероятный навык коммуникации. Да, мало просто не быть мудаком. Надо еще и уметь строить свою сеть знакомств, уметь договариваться с людьми. Более того, надо уметь правильно конфликтовать. Это целое искусство. И много чего еще, что входит в понятие софт скиллов. Этих людей не заменят нейросеть. А вот тех, кто сидел и делал 10 тысяч часов идеальной иллюстрации с шумами в тенях. У меня для вас плохие новости. Ну и само собой, надо учиться работать в нейросетях. Сейчас для новичков возник дополнительный барьер. Все компании так или иначе через зарубежные счета и карты оплачивают подписки на нейросети. А новичок не может, потому что российские карты нигде не принимают. Да и белорусские тоже. Я недавно себе сделал такую карту, она работает за рубежом, но сервисы ее все равно не принимают. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, я порекомендую ребят, которые помогают с оплатой любых зарубежных сервисов. Конечно они за это берут процент, но к сожалению все другие возможности оплатить что-то полезное отвалились. Упомянув, что вы от меня получите скидку. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Скоро увидимся. Всем пока.